Всем привет, мои дорогие зрители! С вами Рустенда, я начинаю новое прохождение на русском языке. Игру, которую я хотел бы с вами пройти, называется Hudson's Adventure Island. Вышла эта игра в 1986 году, здесь стоит 1992 год Hudson's Oft, наверное, потому что в это время вышла часть на Super Nintendo Entertainment System, да, наверное. Но мы будем играть самую первую часть, и, друзья, просите меня, я буду использовать SafeState, потому что эта игра очень-очень сложная, и поэтому я буду сохраняться. Так, ну, начнём. И вот нам Area 1, Раунд 1. Короче, повозки сверху, это наше время. Если, видите, повозки уходят, мы собираем фрукты, повозки добавляются. Нам дали сейчас молоток, с ним мы убиваем врагов. Так, всяких улиток, там всё такое, вот, и другие враги, которые будут. А фрукты нам, короче, дают дополнительное время. Так, вот это вот, вот эти вот древние таблички, это, как можно сказать, SafePoint. Если мы умрём, тогда мы отсюда снова спамимся и отсюда играем. Но я буду на таких табличках делать свой Safe. Так, вот это Skate, это как ускорение, можно сказать, чтобы быстрее дальше пройти, чтобы время меньше уходило. Это помогает нам, но не везде помогает. Так, третья табличка, сохраняемся. Так, молоток я оставляю здесь, потому что тут есть секретик. Вот, смотрите. Видите? Так, вы думаете, как он это узнал, что вот этот вот секрет есть? Потому что мы кидаемся с молотками, они летят. А если в какую-то стенку мы стреляем, вот так, и они там, стенки остаются, значит там что-то находится. И это вот бонусная секция, где тут мы просто прыгаем по этим трамплинам и собираем фрукты. Если мы упадём вниз, тогда мы окажемся здесь. Так, огонь, это самый наш враг. Нам его нельзя зацепляться. Камни, они нас не убивают, но они отнимают у нас ценное время. Так, я лучше тут... Погоди, 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 погоди. Тут какое-то яйцо появилось. Так, что это яйцо даёт? Огонь! Друзья, это самое лучшее оружие, которое у Хиггинса есть. Это вот это вот огонь. Так, тут ещё и жабы есть. Я буду сначала не очень торопиться, потому что время у нас хватит. Вот, уже и тут финиш. А теперь я сохранюсь, потому что я у одного русского летсплейщика, который когда-то проходил эту игру на своём канале уже давно. Он говорил о какой-то пчёлке, которая даёт нам континью. И вот эта пчёлка. Если мы бы играли без сейвстейтов, мы бы могли эту пчёлку использоваться, чтобы когда у нас будет гейм овер, хоть мы во втором, хоть в каком мире мы умрём, мы бы начинали бы с мира 1-1. А с этой пчёлкой, короче, там, когда у нас будет гейм овер, мы можем на какую-то кнопку нажать, и мы снова с того места начинаем, где мы умираем. Просто нам тот уровень проходить нужно по-новому, где мы потеряли последнюю жизнь ко всему. Так, вот табличка. Так, это теперь какой-то пляж тут, прикольный, выглядит. Я очень обожаю эту игру. Так. Здесь какие-то вот тучки, которые вот внизу, видите? Ниже тучки, там тёмно. Это значит, они шевелятся или падают вниз. Вот так нам нужно их разлучать. Так, ну, первый уровень нормально мы справились. Так, табличка третья. Значит, мы где-то прошли полуровня. Так, о, фея. Фея это наша неувезимость. Это как в Марио Брос звезда, когда нам дают звезду. Тогда мы пробегаем через врагов, и нас не убивают враги. О, четвертая табличка сразу. Вот как круто мы проходим. Так. О, ваза, чтобы бонусные очки получить. Потому что здесь очень сложно собрать себе жиськи. Жиськи можно собрать только тогда, когда у нас будут 50 тысяч очков. Так. Так, теперь тут мы заходим в какой-то рот. Совы какой-то, да? Из камня сделаны. Ну, это, по-моему, как пещерка. Да, вот. Раунд бонус. Под бонус. Да. Прошли. Теперь Area 1, раунд третий. Это значит, первый мир и третий уровень. Так, тут скейт. И музыка очень прикольная. Я очень обожаю эту музыку. Но игра очень-очень сложная. Понимаете, что прикол? Раньше, когда я играл эту игру на NES, было так, что было три части от этой игры. Ну, я думал, что там полностью первая часть, вторая часть и третья часть. Оказывается, это было только мир первый, мир второй и мир третий. Можно со второго мира было начинать, с третьего мира первый мир. И, короче, из-за этого я немножко еще помню. Ну, недавно я только играл ее, так что я больше уже помню. Так что, думаю, первые пару мира мы пройдем нормально. И не очень долгое время затянем. А, черт, шипы. Вот раньше, когда я играл эту игру, я только до этого уровня доходил. И все, больше ни до какого не доходил уровня. Так. Черт, кабачок ты паршивый. Вот, смотрите, что кабачок делает. Он отнимает у нас каждый, каждый наше время. Вот, посмотрите, что сделало. Он отнял у нас почти все время. Я лучше загружусь. Кабачок это самый противный враг, который в этой игре существует. Так, лучше мы перепрыгаем яйцо. Тут какое-то другое яйцо появилось. Может быть, какой-то секрет или какой-то артефакт. Потому что в игре есть иногда артефакты какие-то, которые мы можем собирать. Кольца или там что-то еще, ключ какой-то. Я не знаю, для чего они нам нужны. Я думаю, это просто бонусные очки, чтобы, короче, по-быстрому набрать себе жизнь. Ну, это, понимаете, сколько играть надо, чтобы собрать себе жизнь? Само меньше одну. Это, наверное, надо само меньше два мира пройти, чтобы получить себе жизнь. Так, вот и гэ, гоу. Значит, мы прошли этот уровень. За 7 минут мы первые три уровня прошли. Это нормально, да. Хотя бы можно было немножко быстрее. Ну, пойдет, пойдет. Так. Ага. Теперь мы в лесу. Здесь какие-то вот пауки какие-то. Но они нам ничего. Это враги наши. Нам их просто уничтожить надо. Вот зачем я прыгнул в паука? Чтобы показать смерть? Ха-ха-ха-ха. Что, может быть, даже с этой игрой тоже сделаем способы, чтобы сдохнуть в игре, да? Хм, посмотрим. А то же я же это делал же в Mario World и в Sonic Heroes я делал, да? Ох ты, собака. Тут еще вот эти вот есть. О, это что это было? Вот я даже вообще не понимаю. Может быть, кто-нибудь разъяснит, для чего эти какие-то артефакты нужны, которые я сейчас собрал одну. Ах ты. На огонь. Ой, простите. Та-ра-там, та-ра-рам. О! Третья табличка, значит, сохраняемся. Идем дальше. Ананасы тут разные, фрукты, яблоки, бананы, ананасы там. Или это вишни? Похоже. А ты, че тебе надо? Подкрадываешься сзади уже хотел? Сзади уже, Хиггинса, а? Нет, нихрена. Сзади никогда не подкрадешься. Так, ну это уровень, это очень специальный, потому что на каждом, каждый четвертый уровень, это значит, что тут ожидает нас босс. И вот этот босс, он охраняет весь первый мир, и нам его нужно уничтожить, он бросается с огнями, подходит к нам ближе. Нам просто на голову стрельнуть надо, и вот мы обои сдохли. Он меня убил, и я его убил. Так, давай, давай, давай. Нам его просто нужно по голове обстрелять, голову, и все. Ему хана придет, ему хана будет. Вот так, все. У него какой-то медальон был. Я не знаю, че это дает. Че это за медальон, можно было как-то украсть у него этот медальон, да? Че, может быть второй мир тоже пройдем? Ммм, 10 минут записи, это чуть-чуть мало, да. Давайте пройдем и второй мир, чтобы хотя бы первые два мира пройти сразу, ладно. В одном видео пройдем и этот мир тоже. Я надеюсь, вам понравится эта игра. Потому что я когда-то давно на своем старом канале я записывал бы летсплей на немецком языке. А потом я когда-то хотелось бы узнать просто раньше про русские летсплейщики. И я нашел одного, называется Таурус, Таурус 2190, кажется. Который вот как раз в то время снимал эту игру. И мне понравилось это прохождение от него. И вообще потом Mario Bros. 2, я у него смотрел Mario Bros. 1. Я у него смотрел прохождение, наверное, если он играл. И я потом решил потом сам записать одно видео на русском языке. Потом столько понравилось людям, что потом сразу они просили больше и больше записывать. И когда-то я решил сделать канал, где только на русском снимали летсплейщики, а на другом на немецком. Но потом произошла беда, что я потерял тот канал, где я на немецком снимал бы летсплей. И... О! Я получил жизнь! Чё я хотел сказать? Да, вот я потерял был свой канал. И тот канал, который я на русском начал был только проходить летсплейщики, на русском записывать. И он исчез тоже. Потом я открыл этот канал. Ну, теперь я буду записывать здесь только летсплей на русском. Там, или... Может, там, от Mario World музыки, или там какие-то способы умирать, или... Там пару уровней от Mario World. Ну, такое вот, которое сейчас на моем канале есть. Вот такое вот. И посмотрим. Может быть, вам понравится эта игра. Может быть, даже и запишем и другие части от Adventure Island. Может быть, там и на SNES тоже запишем Adventure Island. Посмотрим. Потому что я уже давно хотел эту игру пройти. Но чё-то я не записываю её. Я не знаю, по какой причине я не записываю её. Ай, блин! Поджарился весь. Летучая мышь. Вот видите? Вот на камень наступил. Я не сдох. Это просто у нас отнимает больше времени. Чё-то я вообще сейчас неаккуратно играю. Ладно. Чё с ним? Иногда не стоит просто на табличке записывать. Эээ, сохраняться можно. И в любом месте сохраняться. Эээ! Чуть в вагоне наступил тут я, а? Блин, чё-то я вообще сейчас неаккуратно играю. Это чё, так сложный уровень стал, или чё там? Чё здесь? Скейт. Зачем мне скейт нужен? А, чёрт, блин, камень. Зачем мне... Да что такое? У меня есть огонь. У меня есть огонь. Просто он так... О, это что за дерьмо? Ну, музыка прикольная, да. О! Это чё, какая-то мина, что ли, или чё это? Потому что я в какой-то... В данж зашёл, да? Это, по-моему, как данж выглядит. Дэн-дэ-дэ-дэ. О, третья табличка. Хоть мы по уровню прошли. Хотя бы в начале я чё-то тупил в этом уровне. Я не знаю, по какой причине. Может быть то, что я неаккуратно играю в эту игру, или чё-то такое. Вот, так... Так, тут секретиков никаких нету. Я не могу просто куда-то стрелять, чтобы появилась платформочка, и чтобы я мог навех пойти, чтобы увеличить своё время полностью. четвертая табличка так о молочко это значит она увеличится на полностью все время это очень круто нам самое главное нужно их искать потому что есть уровни которые немножко длинч или даже есть уровне где время больше увеличивается так вот уже финиш наш о 4000 очков потому что за вазы мы получаем до бонусные очки так второй мир третий уровень поехали так тут цветок какой-то я не знаю что этот цветок нам дает который мы сейчас только с яйца дали у меня есть огонь это же тебя не марио было бы здесь такой вот как кейп как кто-то говорил что или где-то я видел что во второй или третьей части там можно какие-то динозаврики искать наверно как йоши в марио так надо тоже будет снова до марио добраться там да что там марио брос 2 по моему да потому что первую часть марио брос мы прошли уже надо будет уже добраться до марио брос 2 что потом после марио брос 2 пошло потом марио брос 3 а потом уже лост левель самые последние что потом потом чтобы он стас полностью пройдены было да извиняюсь что это не аккуратно разговариваю потому что я уже давно не записывал виделась и я просто отвык уже от этого дела я уже просто забыл все как записываться ну я вроде бы перед записи смотрел чтобы звук нормально был голос там нормальный если там немножко через еще это звук или то голос громкий будет я как-нибудь попробуем монтировать там записи там чтобы все нормально было слышно и голос и звук чтобы понравилось было смотреть вам ох ты черт о четвертая табличка сохраняемся смотрите здесь очень опасно это не марио вальт что если я разгоняюсь чересчур что я могу его на воздухе еще остановить здесь нет здесь не может невозможно так делать вот это вот противное место сейчас с этими жабами или лягушки которые там внизу меня ждут уже отпрыгать меня хотят полностью во все стороны а нет я не хочу материться я не хочу материться не 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 да что такое почему я не могу это место пройти проклятое а или играл хоть чтоб я обратно сделал сейф стейдж чтобы прошлось вот чё так сложно было сделать сразу ладно ладно я тут еще раз сохранить потому что я не хочу одно и то же место тысячи раз делать потому что иногда тоже начинаешь злиться такой вот да ну нафиг в конце уровня почти мы сдыхали каждый раз ну и ладно давай нам бонусные очки хорошо и опять мы в лесу это значит что обратно будет босс но босс они не везде одинаково это по-моему они все разные я когда сам играл я не смотрел там на босса они различаются какие-то или или нет я вот проходил пару миров чтобы чересчур вечно не сидеть на одном мире потому что я не люблю долго сидеть чересчур на одном том же месте мне начинает это просто бесить и настроение у меня не очень хорошее наверное это тоже причина почему я не записывал долго видел потому что вот стресс на работе и просто я не хочу без настроения для вас записывать какие-то видосики потому что это не очень интересно будет смотреть хотя бы некоторые писали что-то забросил свой канал и я говорю нет я не забросил просто настроение не было записывать и все что потом все знали зато хорошо подписчики понабрались спасибо меня это очень радует что стало у меня 166 подписчиков это очень нормально даже для начала это пойдет я же не хочу чтобы сразу миллион было или там или триллион или сколько там бильярд а вы хросси так сейчас опять кто-то сзади под подкрадываться бы да молочко мы взяли вот я че и сказал я че и сказал еще один да ну нахрен это вроде я думал что только один оказывается тут еще один идет ладно будем туда-сюда стрелять где он был а где он был второй проклятый так к черту это че бак был почему так к черту иногда один иногда обои бежит бегут тут все убил моих обоих убил моих обоих то учи так разговаривал русский язык наверно забыл да наверно потому что долго не записывание чего вот уже не вот уже не помню как делать летспреев да то я просто иногда болтай всякую чушь как вы это уже знаете ни черта себе вот мы вышли из леса лисичка еще убил вот что это контроля несовский контроллер мы забрали да но я пчелку использовать не буду я лучше буду сейв стоит использовать всегда так вот и босс обратно так кто тут час босс это чё волк мы будем зайцы его волк будет говорить ну зайц погоди убили убили его даже огнем не стрелял на нас так вазу мы взяли нет вазу мы не брали окей третий мир первый раунд нет мы лучше закончим на это на эту часть серию и увидимся следующей серии давайте до следующего раза ваши стенды если вам понравилась эта серия не забудьте подписаться на мой канал поставить лайки написать комментарий там и может быть там что-нибудь придумаем о чем следующей части рассказать если какие-то идейки у вас чем могу поговорить с вами давайте удачи